привет друзья сильный ветер но надеюсь не сильно будет заглушать мой голос смотрите сзади какая куча коробок с различными аксессуарами для прицепов это аксессуары которые облегчат жизнь водомоторника вот и некоторые из них не только облегчат ну и обеспечат безопасность дальнейшего передвижения прицепа лодки перевозки и всего подобного частично я уже поставил некоторые аксессуары на свой прицеп но это я уже расскажу потом в дальнейшем когда буду снимать полный обзор на сам прицеп на все что установлено и тому подобное видео я собирался снимать пару дней назад и думал она уже выйдет но понесло нас в луганск на рыбалку а там минные поля снаряды торчащие из воды в общем если интересно комментариях напишите расскажу как это было это отдельная история про это отдельная история так вот сегодняшнем видео я расскажу вам просто произведу покупать распаковку все что мне пришло расскажу зачем это почему я это купил для чего это предназначается монтировать я сегодня это не буду просто распаковка и обзор классные вещи частично куплено сайте практик про частично куплено на заводе мзаца в общем если интересно подписываемся нажимаем на колокольчик и там все такое лайки и погнали смотреть распаковку всех этих классных штучек поехали итак друзья вооружаюсь ножом и погнали распаковывать просто буду по порядку распаковывать рассказывать показывать вот не буду там выбирать какие-то не буду там перебирать какой-то значимости незначимости первое что попалось под руку распаковываю показываю рассказываю значит но это что у нас это на сайт на сайте практик про той же компании заказано обычное крепление для колеса запасного с набором крепежей с набором болтов и все остальное простая нужная штука запаску собой нужно возить а и и для этого нужно на что-то прикрепить в каком месте буду крепить еще и не знаю когда придет лодка там уже с этим разберемся по этой штуке все я вот смотрите ну я думаю вы уже поняли что это рессоры заказал на сайте мзаца у производителя не стал покупать на озоне не знаю друзья они говорили что это будет чем за но тут что-то написано на иностранном так что производители реальности неизвестен рессоры рессора усиленно грузоподъемностью 450 килограмм зачем я это взял родные рессоры до 250 килограмм или вообще там до 200 даже 3 листовые лодки современные тяжелые дороги не самые лучшие буквально на днях когда мы ездили в луганск на рыбалку с лодкой лопнула рессора 2 рессоры лопнули они надо сказать давно но только проявились это не моя лодка была не на моем прицепе поэтому я еще давно еще после той своей лодки которой и было принято решение это тоже другая история в общем на той лодке кто смотрит мои видео видели что у меня тоже уже два раза лопались рессоры потому как родные прессоры которые рессоры которые идут на прицепе мза совершенно не подходят под лодки уже начиная там я не знаю от 50 волжанке уже точно не подходит может до 46 какой-нибудь и маленькая еще подойдут но там и прицепы другие на джишках соответственно кто покупает прицепы серии g понятно что это уже совершенно другая история и надо менять рессор однозначно вот я купил себе четыре рессоры прямо сейчас я займусь их заменой ну после того как я сниму этот ролик поехали дальше рессоры убираем в сторону тяжеленные 25 килограмм есть но это адаптер под сидушку это уже будет в видео сборки лодки тоже это от компании про фарадик про телевая заездная система будет установлена сзади на прицеп рассыпались все болтики и критежи вот вот такая келевая система она будет установлена сзади дабы обеспечить заезд лодки вон лежит система слепования бывают места где спустить то лодку можно заехать и потом вытащить пустой прицеп а бывает когда если прицеп воду окунул он сразу колесами уходит выл либо в песок замывается и его оттуда только трактором выдергивать в таких местах я не спускал лодки потому что встревал уже не один раз в эту историю можно же подъехать чуть-чуть к воде чтобы только носом лодки упереться и затащить лодку я так делал но когда такой системы нет это сделать крайне сложно то есть лодка носом будет упираться вот на эти ролики носом будет подтягиваться заезжать и дальше уже наложименты с роликами и полностью затягиваться на прицеп вот один из аксессуаров для этого куплен так тоже убираю сторону вот они комплектом идут болтики с топора и вся система для этого предназначена убираю сторон так следующая коробка предполагаю что там будет подножка очень интересно но это не точно а нет это не подножка ничего всякая крутая штука ладно сейчас распакую покажу это уже будет в лодку друзья у раз пока у нас идут обзоры распаковка это я сниму отдельное видео вот такая крутая стойка для эхолота регулируемая наклон вылет регулируется складывается эта стойка для эхолота под систему panoptics и все такое но это еще не скоро будет установлено как поставлю расскажу опять выбирают стороночку чем дальше тем интересней так стойка шторм но это тоже не на прицеп но покажу уж раз все распаковываю подряд друзья ну тут сложенном состоянии систем стойка шторм я уже на нее снимал обзор я со стой лодки одну стойку сниму поставлю себе и такую же точно она у меня стояла классная стойка очень доволен ей несколько лет у меня в эксплуатации поэтому взял вторую такую же точно проверенный вариант поэтому будет стоять у меня на новой лодке так а что же а что же а что же а что же у нас так так это аксессуары положимент аксессуары положиментом это позже так дальше что у нас тут ну тоже практик про но это часть стойки друзья это точнее не часть стойки вот такой алюминиевый слайдер на стойку это система на стойку будет крепиться чтобы кресло двигать назад вперед и поворачивать ну опять же это обзор будущего так а подножки нету это я буду разбираться в общем подножка одна не доехала мне предупреждали что если не будет готова то она придет отдельным заказом это подножку так о какие здоровые тяжелые это ворота друзья я делал их сам раньше на все свои лодки но кто смотрит канал видели как я их делаю в этот раз я тоже хотел сварить их сам а потом думаю такой хочу уже гулять так на все и заказал себе сейчас отсоединю покажу а вот это запчасти вот такая усиленная вот такие вот усиленные ворота вот смотрите как выполнен с такими толстыми накладочками мягкими снимаются все оцинковано надо сказать что все оцинковано все 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 похоже горячим цинкованием я не сильно в этом разбираюсь но похоже на то а эти штучки это похоже крепление для них точно это направляющий для них в отдельной коробочке лежали так становится более менее ясно что это за штуки для чего не нужен так убираю ворота в сторону сейчас распакую коробку и покажу вам что тут бежит вот в этой огромной коробке ясно итак друзья тут в металлической такой раме сейчас возьму камеру вот в металлической такой раме в коробке лежит система слепования это ложементы друзья гидравлические гидравлические ложементы которые я установлю на прицеп для обречения спуска лодки вот ну давайте глянем что здесь что здесь комплект и чем они отличаются и чем они отличаются от обычных ложемент итак друзья распаковал я все это внутри лежали документы паспорт инструкция о сборке товарная накладная все что там расписано все за что я заплатил оказалось что это пришло не все потому что у меня там был предзаказ на некоторые вещи оказывается то есть они приедут потом когда будет сделан там был на сайте так и написано что в наличии нет предзаказ за все уплачено буду ждать их позже еще несколько аксессуаров вот дальше после документов ну наклеечки понятно лежали и различные элементы жил я ребята в тихом районе начали строить рядом поселок фуры целыми днями с дома не уйдешь капец продолжим обратите внимание как круто все было упаковано и так значит что тут у нас лежит гидронасос и вся система уже скрученная то есть не надо будет заправлять маслом собирать все уже скручено гидроцилиндры лежат хотя и у меня есть мысль поставить его вот сюда на стойку либо сверху либо боком потому что тут у меня все позанято может с той стороны с той стороны я запланировал длинную площадку по которой ходить в общем еще посмотрим буду думать куда это все дело прикрутить потому что если крутить сюда мне придется удлинять шланги вот по системе самой слепования мне пришла она уже другая ну не знаю как как давно они обновили это эту систему потому что у моих товарищей до этого стояли другие по-другому было сделано немножко маленькие дополнения вот смотрите ролики ролики без подшипников то есть по идее тут уже нечему клинить будет не знаю как сейчас выдвинуть показать можно ли это нет нами на пружинах они на пружинах так не вы не не выдвинешь просто но когда буду полностью снимать обзор покажу ролики то есть без подшипников клинить нечему я знаю у малого товарища у него другая другого производителя вот у него заклинил один ролик вот ну все тоже самое горячее цинкование ну это когда полностью опускают цинк вот регулировка квити имеет миллион положений можно двигать можно разворачивать в разные стороны то есть там сами направляющие еще на прицепе разворачивать то есть положение по лодке целая масса целая масса видите отверстия просверлены по всему прицепу то есть можно будет подобрать под любой прицеп эту систему установить адаптировать сак отклонился что нового вот новые ролики насколько я знаю и где-то где-то были запчасти сейчас я вам покажу интересные один интересный момент секундочку хожу тут короче ищу оказывается этот элемент надо было снять со старого прицепа я хожу еще думаю да где же эта часть которая будет вот к этой части крепится читайте господа инструкции как говорится вот смотрите значит специально для вас собрал два варианта вот так было что в этой системе было плохого то есть как затягивая не затягивай все равно от времени ложементы могли наклоняться ну кто уже владеет лодкой понимает о чем я ты тянешь а он все равно время от времени открутиться и перекоса когда ты свою лодку ставишь вот я на своих прицепах подваривал даже было в этих местах в общем такая история крутил сюда где-то болты хитрили мудрили вот отличается теперь вот такой маленькой диковинкой деталичкой которая просто ставится вот так потом мы берем берем болты втыкаем затягиваем и у нас уже и ригу у нас короче получаются регулировочные болты которые когда мы затянем уже не дадут так спокойно болтаться этому элементу конструкции куда угодно ну а потом мы уже прикручиваем это все дело сюда все просто напишите в комментариях показать вам как это все собирать и ставить на прицеп по мне все элементарно напишите если необходимо я сниму отдельное видео как я ставил ложементы как я буду прикручивать подножки крепление колеса я думаю видео снимать не стоит все просто но увидите в обзоре в итоге куда я это что дело прикручу вот друзья не было печали купила баба порося начну заниматься сборкой первым делом поменяю рессоры и потом начну все это дело ставить волжанка лодку задерживает это я вам немножко приоткрыл завесу уже как вы поняли будет следующая лодка опять волжанка а там такое будет видео мама не горюй я уже посмотрел мой товарищ получил точно такую лодку они как всегда в своем репертуаре но это отдельная история итак друзья пишите комментариях что вы хотите посмотреть как я ставлю я все равно буду все это дело снимать вот что из этого смонтировать либо не смонтировать пишите сниму покажу как всегда с вами роман канал про рыбалка пока пока и не забывайте подписаться